3 марта 2020 год в Харьково. Центр административных услуг Киевского района. Вот здесь получаем паспорт внутренне-заграничный. Короткая история о том, как получал паспорт я. В следствии того, что профукал, прощелкал обмен фотографии, смену фотографии, пришлось приходить сюда. Старый паспорт уничтожается, новый. Стою в очереди 2 часа, рассказываю свою историю, пишу заявление. Там фотографируют тебя. Ничего предварительно фотографировать не надо. После этого, через пару недель, если заплатил 500 гривен, ну, около того, или через месяц, если заплатил 300 с чем-то гривен. У тебя смс-ка оповещает, что паспорт готов. Ты приходишь, получаешь через очередь 20 минут очереди. Это Киевский район, здесь очень много иностранных студентов. Регистрация, перерегистрация, к очередям готовьтесь. Так, 20 минут получить этот самый паспорт, ID-картку уже точнее. Но потом надо в обязательном порядке не убегать, а получить справочку о прописке. Потому что без этой справочки этот паспорт может оказаться бесполезным. Как в моем случае. То есть, я после этого простоял в очереди еще минут 40. После того, я пошел получать эту справку, оформился по этой справке, получил еще, подождал еще полчаса, пока эту справку сделают физически. В общем, как я и сказал, к очередям время потратить готовьтесь. Дальше мы идем сюда, в эту сторону. То есть, паспорт мы получали с этой стороны, с торца здания. Здесь через центральный. Центральный сейчас закрыт, заходим тоже через боковое помещение. Там я с четвертого раза пытался получить E-тикет. Этот E-тикет. Как оказалось, если паспорт ID-карточка, то идентификационный код с собой брать не надо. Он уже вживлен в эту ID-картку. 15.42 плюс 10. Все такое у нас 10 марта. Э-тикартка вживлен, но нужно взять эту прописку, потому что аппарат у них не считывает прописку. А даже если он считывает прописку, вполне возможно, что вы ее поменяли. А на паспорте это еще не отображено. В общем, теперь я в пятый раз вынужден буду сюда прийти с попытки получить эту самую ID-картку. В общем, все хорошо, все удобно, но черт бы его побрал. В пятый раз. Никаких претензий к самим служащим. Вежливые, оперативные. Особенно там, где с этими студентами иностранными. Это просто мрак. Охранник шпарят на английском, в молочах. Девочки работают, как пчелки. Количество народу просто запредельное. Я со смены в середине дня. Люди, видно, спар в институтах, университетах. В общем, рассказал вроде про паспорт. Большая трата времени. Готовьтесь к этому. И с ID-карткой всегда придется таскать, блин, прописку. Очень странная ситуация. Где-то нет считывателей этой прописки. А если даже есть, то они не могут быть уверены, что вы ее не поменяли, а в паспорте не отобразили. Что ты этого делаешь, когда вы ее вз взяли? 받ать за поездом в